меня зовут вы знаете сейчас у нас с вами урок русского языка и по онлайн занятий у нас был седьмой да мы будем с вами сегодня обучаться грамоте согласную буковку с да смотрите согласная буковка с звук унес эти он такой у нас интересно достаточно и с у нас может быть как и буковка и на которой мы прошлом уроке мы разговаривали она может быть у нас и синяя и зеленая то есть и твердая и мягкая смотрите дома вам нужно будет прописать страничку 14 15 не сс звук с так домашнее задание прописях вы пропишите 14 15 страничку мы сегодня с вами начнем а что не закончим допишите позже прописать в тетрадях буковку с и выучить стих в небе полная луна словно буква о она но прошла всего неделя как же мы не доглядели вместо о на нас небес ярко светит буква это ребята это как новый месяц красиво ночи похож на букву с ну вот все ли все ли правильно сидят все ли внимательно глядят все ли готовы слушать начинаем наш урок ребята цель нашего урока сегодня развивать фонетический слух зрительное восприятие связную речь мышление память научиться писать заглавную и буковку с давайте посмотрим на картинку скажите ребята кого мы здесь видим на буковку с или что мы здесь видим на буковку с слон согласно а еще сорока согласно сова стол 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 правильно стрекоза а еще посмотрите вот здесь что такое яркая синица а вот здесь что такое яркое солнышко молодец арсений до солнышко а вот здесь горит у нас что-то свечка с и молодцы ребята видите сколько у нас интересных слов на букву с сову нет сова молодцы ребята собака отлично вот мы с вами сколько слов нашли на букву с буква с девятнадцатая буква русского алфавита буква с обозначает согласный глухой звук глухой с видите глухой у нее будет сестричка мы попозже с ней познакомимся буква звук 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 звонки вот а сегодня мы с вами с буквой с идем знакомимся узнаем о ней много нового вот смотрите буква с у нас бывает и твердой и мягкой но это всегда согласный глухой звук только глухой так давайте прочитаем стих про букву с буква с нам надо знать чтобы слово прочитать смех смекалка самолет буква с зовет полет смотрите сколько здесь слов на букву с смех смех смекалка самолет 有沒有 ребята мальчик видите идет рядом с буковкой s они подружились я думаю ребята вы тоже всегда послужить подружились буковками Всеми, которые мы прошли. Из буковки С тоже. А вот здесь она у нас синяя. А бывает ещё у нас она зелёная. Полумесяц в небе тёмном. Буква С висит над домом. Похоже полумесяц на буковку С, ребята? Похоже, да, дамчик, да, мир. Да, похоже, ребята. Скороговорки с буквой С. Я несу суп-суп, а кому псу-псу? Видите, скоро. А вот теперь загадка. Белая звёздочка с неба упала. Мне на ладошку слегка и пропала. Нет, не мороз. Белая звёздочка с неба упала. Мне на ладошку слегка и пропала. Снежинка, совершенно верно, ребята. Снежинка. Снежинка, да. Скоро у нас тоже будут кругом снежинки, да. Мы будем даже, наверное, их вырезать, да, красивые. Научимся. Не птица, а летает. Не грузовик, а с кабиной. Не летучая мышь, а с крыльями. Самолёт. Молодец, Арсений, да. Там вот такая вот красивая подсказочка, да, с картинкой. Вот, молодцы, да, ребята. Мы в гостях у буквы С. Чтобы попасть в гости, мы должны узнать, какая буква здесь спряталась. Давайте посмотрим, какая буква здесь спряталась в первом слове. С. Эмир, молодец. Если мы подставим туда букву С, что получится? Осина. Правильно, осина. А второе слово какое получится? Здесь мы должны добавить сколько буквок С? Две. Насос. Видите, две буквы С в слове насос. А в третьем? Осы. Молодец. Ещё сколько слов, да, мы знаем разных на букву С? Вот, ребята, молодцы, пишите. Снегурочка. Тоже на букву С. А ещё какие слова, ребята, мы знаем? Сон. Молодцы. Ещё какие слова, ребята, мы знаем на букву С? Стакан, самолёт, сокол, собака. Молодцы. Самокат. Сыр. Солнце. 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 Молодцы, ребята. Видите, сколько разных слов с буковкой С? В Tatoo. Чистоговорка. «А». Са-са-са. В лесу бегает Лиса. Со-со-со. У Вовы колесо. Ос-ос-ос. На поляне много ос. Су-су-су. Было холодно в лесу. Усь-усь-усь. На лугу копается гусь. А на лугу пасётся гусь. А сейчас давайте с вами посмотрим, ребята. У нас здесь буковка С и наши гласные буквы. Мы все эти буковки уже с вами знаем. Эта буковка у нас А-У-О-Ы-И. Вот теперь смотрите, если я скажу СА, твёрдо будет или мягко? СА-твёрдо. СУ-тоже будет твёрдо. СО-твёрдо. И СЫ-тоже будет твёрдо. А вот СИ-твёрдо будет мягко. Поэтому везде вверху С у нас синее, а внизу у нас какая? Мягкая. Молодцы, ребята, молодцы. А теперь давайте подготовимся с вами к письму. Приготовим, ребята, пожалуйста, свои красные прописи. Приготовим, ребята, свои красные прописи. Давайте приготовим. Вторая часть. София, у всех есть тетради. У всех есть тетради вторая часть. Находим там буковку С. Открываем. Что мы должны увидеть? Перед тем, как мы с вами тетрадочку положили перед собой, аккуратненько сели за стол. И давайте поговорим о прописях. Ой, о том, как нужно сидеть за столом. Правило поза при письме. Нужно сесть прямо, опирать спину на спинку стула, ноги держать прямо, туловище, голову, плечи держать ровно, обе руки на столе, опираться на край стола. Смотрите, вот у нас картинка. И где у нас ребята сидят правильно? Вот на первых четырёх картинках. Адам, должна быть тетрадь. У всех должны быть тетради. Так, берём. Если нет у вас, у кого-то, ребята, тетради, возьмите, пожалуйста, вот такую тетрадь. И в ней будете прописывать обыкновенную тетрадь в линеечку, которую мы ведём. Если у вас сейчас нету прописи горецкого красного цвета, то возьмите, пожалуйста, вот такую тетрадь, обыкновенную прописи. Посмотрите, как же мы будем её писать. Давайте я буду писать стрелочкой, а вы будете писать в воздухе. Посмотрите, где же у нас находится сигнальная точка. Сигнальная точка у нас находится выше рабочей строки. Выше. Давайте посмотрим. Сигнальная точечка. Начинаем. И ведём вверх полуовалом. Закругляем. Ровную вниз линию. Спускаем. Чуть-чуть закругляем. Обязательно наша буковка должна закончиться на нижней строке. На нижней рабочей строке. Не выходить ниже, не подниматься выше, да? Не где-то в середине строки заканчиваться. Нет. А именно, ребята, обязательно внизу рабочей строки. И палочку после округления мы введём вправо, да? Потому что обычно мы всегда будем соединять её с какими-нибудь другими буквами. Поэтому она не должна быть ровной, а она должна быть немножечко вправо. А вот буковка С строчная, она такая же, абсолютно такая же, как и заглавная. Но только вот сигнальная точка у неё находится внизу, в рабочей строке, не выше, как в заглавной. И начинаем аккуратненько прописывать. Опять же, полуовала, линия вниз, закругляем, и всё. Мы прописали, давайте вместе со мной в воздухе буковку С. В воздухе, да? Вот. Молодцы. А сейчас прописываем буковку С в ваших рабочих тетрадях красных. На какой странице? Открываем буковку С и начинаем работать. Смотрите, пожалуйста. Первые две строчки, это первая строчка у нас С строчная. Видите, нужно обязательно две клеточки пропустить между следующими, да? Потом мы пишем С заглавную. Обратите внимание, где она начинается и где заканчивается. И вот третья строчка, мы пишем С заглавную и С строчную вместе, да? А вот ниже нас будут ждать уже слова. О-С-И. Нужно будет переписать слово О-С-И рядом. Прописать рядом. И О-С-И тоже прописать рядом. Сосна. Нужно, чтобы у вас получилось прописать это слово еще два раза. Давайте, ребята, прописываем, стараемся. Снеговик, да, ребята, тоже на буковку С. И С у нас похоже на полумесяц, да? Такой красивый-красивый. Сыр, да? Мы с вами тоже говорили, что будет на буковку С. Молодец, Оман. Окинай, молодец. Только не самое главное торопиться. Нужно очень аккуратно и старательно писать. Давайте. Заранее делать не нужно. Нужно делать вместе со мной. А что остается, уже выполнять после. И давайте еще пропишем с вами следующую страничку. Видим, да, где у нас полумесяц. И буковка С. Видите, здесь показана стрелочка. Как мы должны вести? Вот. Я веду стрелочкой. Вы запоминаете, ребята. Давайте пропишем еще С заглавную и С строчную. А вот здесь, посмотрите, уже сложнее. Сам... Посмотрите, соединение мы делаем через верх. С... А потом уже делаем овал с закруглением и ведем к М, да? Давайте пропишем слова. А вот, ребята, СИ-МА. СИ твердая или мягкая? Давайте разберем с вами. СИ. СИ. Твердая, ребята, или мягкая? Давайте вспомним. Мы об этом говорили с вами. Молодцы, ребята, мягкая. А МА... МА у нас твердая, да? Вот получается СИ-МА. СИ у нас мягкая. Значит, С мы подчеркивали с вами зеленым карандашиком, да? А саму гласную букву мы не будем подчеркивать ни синим, ни зеленым, ни красным. Мы всегда будем подчеркивать ее красным цветом, потому что все, ребята, гласные буквы всегда у нас красного цвета. А вот... Есть буквы, которые меняют свой цвет, смотря какая рядом стоит гласная буква. АСАНИ. НИ. Твердая или мягкая? СА. Твердая или мягкая? Твердая. Молодцы. А НИ? НИ у нас... Мягкая. Совершенно верно. Значит, С мы здесь вы подчеркнули с вами синим. А всегда красная. НЕ с зелененьким. И И, опять же, всегда красная, да? Прописываем, ребята, аккуратно, стараемся. Ребята, надо не торопиться, очень стараться прописывать каждую буковку. Обратите внимание, что нужно пропустить от С две клеточки, прописать еще одну буковку, еще две клеточки, потом и так продолжать до конца. НИНА, ОСЫ, ОСЫ, вам тоже нужно прописать ниже. Вы большие молодцы. Вы уже много чему научились. Я очень вами горжусь. Ребята, спасибо вам за сегодняшний урок. Кто не закончил, заканчиваем. Кто закончил, уже молодец. Я знаю, что у вас у всех все очень красиво и хорошо получается. Да, вы молодцы. Вы очень стараетесь. Я очень на это надеюсь. Я обязательно буду проверять ваши тетради. Спасибо вам, ребята, за урок. Спасибо вам, ребята, за уроки.